Первые участники программы «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе сегодня получили ключи от новых квартир. Новоселье празднуют 40 хозяев, это самые востребованные в столице округа специалисты и участники специальной военной операции. До Нового года они заедут в комфортные и полностью оборудованные квартиры. На Чукотке сдан в эксплуатацию первый арендный дом. Новое жилье в Анадрии не вводилось с 2017 года. Из-за дефицита квартиры и высокой стоимости аренды на крайний север невозможно было привлечь новых и таких нужных здесь специалистов, пока на Дальнем Востоке не заработала президентская программа «Доступное арендное жилье». И вот ее первые участники сегодня получили ключи от новых квартир. Жильцы первого арендного дома заходят в свои квартиры как на экскурсию. Они получили их полностью готовыми к проживанию с качественным ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Бытовая техника, все самое необходимое на кухне, как вы видите, все есть, начиная от стола, стульев, бытовой техники, холодильниками и прочее. Самое необходимое в комнатах – это диван. Минимальная мебель у нас уже есть, которая сохранилась вот из нашей квартиры. Все добавим, будем обогораживать, обустраивать. Ильяна Манханова – врач ультразвуковой диагностики. Четыре года назад приехала работать в Чукотскую окружную больницу из Калмыкии. Планирует и дальше трудиться на Крайнем Севере. Ведь теперь здесь есть комфортное и доступное жилье. По соседству новую квартиру рассматривает учитель химии и биологии Анадырской школы Гелян Тюмидова. По приезду на Чукотку она больше года жила в комнате общежития. И вот, наконец, вместе со своей семьей переедет в отдельную квартиру. Несказанная. Просто счастлива. Я не ожидала, что будет настолько все. Мне говорили, что будет меблированная квартира, но не настолько. Я просто удивлена и счастлива. Это прям подарок к Новому году. Ключи от квартир получили 40 новых хозяев, самых востребованных специалистов в округе. В соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Чукотского автономного округа, у нас по этой программе жилье могут получать учителя, медицинские работники, другие категории граждан, которые действительно молодые специалисты, которые нужны для развития Чукотского автономного округа. Ну и в первую очередь, конечно, наши уважаемые участники специальной военной операции. Алексею Савченко всего 21 год. После армии он остался на службу по контракту. С началом специальной военной операции отправился в зону боевых действий. Получил тяжелые ранения, остался без ноги, но оптимизма не теряет. Хочет приносить пользу здесь, на родной земле. Стоял вопрос у меня с квартирой, поскольку я здесь собираюсь обучаться и в дальнейшем работать. Дождался квартиры все-таки. Это супер, когда есть свое жилье. Думаю, что я просто так сидеть не буду, сложа руки. Также буду помогать участникам, те, кто в госпиталях, попадают в госпиталя. Вот такие вот планы. Еще один боец, Алексей Королев, тоже вскоре будет праздновать новоселье. На торжественную церемонию он пришел вместе с пятилетним сыном. А дома еще ждет полуторагодовалая дочь с женой. Сегодня потихоньку вещи привезем. Когда заселяться, точно не знаем еще. Там же надо сейчас мебель взять. Ну, не мебель, а постельное белье, посуду. На Новый год-то уже? Да, да. Там будете? Да, уже Новый год там буду. Дальше буду служить. Ну, правда, в аэкономате. Новый дом построен с учетом всех самых строгих требований. Пандусы для маломобильных жильцов, умные счетчики, видеокамеры и квартиры с удобной планировкой. На нами построены двухподъездный 40-квартирный дом, из которого 30 квартир – это двухкомнатные, и 10 квартир – однокомнатные. Площадь квартир-двушек у нас в среднем 59 квадратных метров, однушки – это 36 квадратов. Госкомпания «Дом РФ» уже получила от застройщика новые квартиры и передала их региональному оператору. Благодаря субсидированию с федерального и окружного бюджетов аренда жилья здесь будет гораздо ниже среднерыночной. Двухкомнатная квартира обойдется в 15 тысяч рублей, а однокомнатная – в 9. При том, что обычно жители в Анадоре снимают квартиры за 40 тысяч рублей и больше. Здесь, по соседству с новым домом, вскоре начнутся работы по возведению второго жилого здания. Подрядчик уже завез строительные материалы, а сначала навигации доставит груз для отделки. Если все пойдет по плану, то в 2025 году в Анадоре будет сдан следующий арендный дом. ЖК «Ягодная» в Анадоре станет первой ласточкой большой президентской программы. Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе. Институт развития уже профинансировал строительство более 4 тысяч квартир в 9 из 11 регионов Дальнего Востока на сумму около 30 миллиардов рублей. До конца 2024 года планируется профинансировать строительство не менее 7 тысяч квартир. Эти, скажем честно, хорошие условия, созданные для вас правительством России по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, на это выделено 87 миллиардов рублей из фонда национального благосостояния. Работы еще много. Пока мы в селе в первые квартиры, потом, я уже сказал, их должно стать 10 тысяч. В результате нашей совместной работы с правительством Российской Федерации, аппаратом полномочного представителя президентов ДФО, Минвостокразвития и Дом РФ за 6 лет на Чукотке будут построены дома на 366 квартир. Реализация важной программы продлится до 2043 года. А это значит, что Дальний Восток сможет привлечь специалистов не только богатым списком вакансий, но и достойными условиями жизни. Вероника Токмачева, Арсений Гусев, Александр Крымов, Вести, Чукотка.